Вторая глава книги пророка Иоиля Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого ни бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Видят его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому. Как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст голос свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчища его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долго терпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отраков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господней, и говорят, пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчища его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловонье и поднимется от него смрад, так как он много надделал зла. Не бойся земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Деревья принесут плоды свои, смоковницы и виноградные лоза окажут свою силу. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет неспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнятся гумно хлебом, и переполнятся подточилий виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я, Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, и злию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И так же на рабов и на рабынь в те дни изолью от духа моего, и покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных которых призовет Господь.